Буковель, Драгобрат, Славская, Плай, Иски. Украинские горнолыжные курорты на склонах Карпат стали туристическим объектом не только для местных любителей экстрима. Сервис постепенно подтягивается к европейскому. Цены же очень радуют иностранного туриста. Наверное, наш уровень немного отстает от международного. Единственный курорт, который дотягивает до этого уровня, это Буковель. С этого года стало очень много поляков ездить туда, итальянцев, потому что разница в курсе им на руку. Чтобы проехаться по заснеженным склонам, не обязательно ехать в Карпатские горы. В Украине есть лыжные трассы и в крупных городах. Один из наиболее популярных спусков расположен в столице. Самая главная особенность нашего курорта, он находится в центре города Киев, в центре столицы. И это, наверное, самый дешевый и самый простой способ приединаться к горнолыжному спорту или к горным лыжам любому гражданину и любому жителю и Киева самого, и гостей города, и иностранных гостей. Катаются здесь и профессионалы, в том числе члены олимпийских сборных и новички. Тут есть инструкторы, которые научат АЗАМ. Рассказывают, поставить гостя на лыжи с нуля смогут за пару занятий. Стоимость часа работы с инструктором около 15 долларов. Это в 3-4 раза дешевле, чем на мировых курортах. И любой человек, любого возраста, от двух до неограниченное количество лет, может, если он занимается инструктором, может безопасно, аккуратно спуститься с этой горки, без каких-то травм. Со взрослыми людьми мы сначала иногда делаем небольшую разминку, поднимаемся мы пешком, сначала мы учим тормозить плугом, потом мы объясняем про одну ногу, вторую ногу, давление, повороты, учим ездить поворотами, идем пешком вверх, держим человека, чтобы он не упал, спускаемся вниз. Здесь часто можно встретить гостей из других стран. Кто-то приходит покататься во время непродолжительного визита. Есть и те, которые записываются на курсы в школы лыжного спорта и сноубординга. Семья американцев у нас и не одна ходит всей семьей заниматься. Семья немцев ходит заниматься. Были арабской национальности приезжие. Очень часто в выходной день можно увидеть, как у нас тут группами учатся индусы, арабы опять же. Я уже не говорю про страны, которые близко к нам расположены. Вот, например, вчера я тренировал девушку из Шотландии. Самые экзотические ребята это были арабы, были из Ливии, были из Египта. Они приходили, было безумно интересно. Они первый раз вставали на лыжи и говорили, когда с ними общались, что для них раньше не занимались на борде, спускались по дюнам. А теперь, наконец-то, спустились по настоящему снегу. Преимущество городского лыжного отдыха – цена. Тут кататься в 4-5 раз дешевле, чем в горах. С Австрией мы там катались, кстати, не очень. Дневной абонемент, чтобы покататься в Австрии на обычном курорте стоит 50 евро. Это с 8 до 4. У нас в будний день один подъем стоит 10 гривен. Ну, за день ты можешь покататься подъемом за день. Ну, 30 сделать подъемов. Собственно говоря, это 300 гривен. Это совершенно другие деньги. Экипировку для катания можно взять на прокат прямо на горнолыжном комплексе, но дешевле в ближайшем магазинчике. Тут комплект из лыж или сноуборда, палок, ботинок и защиты обойдется в 3-5 долларов в день. Можно также и купить, и отремонтировать экипировку. В ассортименте есть лыжи украинского производителя. Мы вот закупили относительно недавно новые лыжи «Фишер». Это Мукачево наши делают, но по австрийским полностью технологиям. Ну, производится в Украине. В принципе, конкурентно способна, как ко всем маркам, получается, в районе 100-150 евро среднего класса лыжи. Катание весь день с арендой снаряжения и индивидуальным занятием с инструктором в Киеве обойдется в 30 долларов на человека. На курортах в Карпатах то же самое стоит уже в два раза дороже. Но не стоит забывать, что бронировать жилье в горах нужно заранее и заплатить за него в сезон можно в несколько раз больше, чем за отель в центре столицы. Юлия Крючкова, Дмитрий Гришко, UATV.